Цифровизация как двигатель экономического роста республики. Что уже сделано и что предстоит сделать, в этом направлении обсудили руководители IT-компаний, представители министерств и ведомств и учебных заведений. Электронный документ оборот, доступный интернет, информационная безопасность. Чувашия участвует в реализации всех пяти проектов, включенных в национальную программу «Цифровая экономика России». По дорожной карте к 2021 году должны подключить к сети все социально значимые объекты – школы, ФАПы, пожарные части во всех муниципалитетах. На первом этапе высокоскоростной интернет придет в 343 учреждения. Но в некоторых районах есть определенные сложности. Подрядчику приходится начинать работу с нуля, со строительства узлов связи. У нас определенный пункт подключается по оптическим каналам связи. Но все-таки с действующим согласием, у нас тоже большая проблема стоит по развитию и сетей связи беспроводных, в частности сотовых компаний. В городе Шапоксара у нас практически три слепые зоны, которые существуют. Это Новый город, это район Ленты. Нам крайне уже необходимы, не только нам, но практически всей стране. Это те правила, которые разрабатываются по представлению государственного муниципального мышца в пользование в целях размещения сетей связи, сооружений связи. Чем быстрее это сделаете, тем вот эти вот проекты, эти пробелы, они будут закрыты. Упрощение нормативных документов в этой сфере задача номер один, отметил председатель Высшего экономического совета Чувашии Анатолий Аксаков. Сейчас необходимо состыковать региональные проекты с федеральными. Чувашия очень хороший регион для того, чтобы осуществить такую сплошную цифровизацию по всем направлениям. И государственное управление, и муниципальное управление, и эффективное бюджетное планирование, эффективный контроль за реализацией проектов, и цифровизация ЖКХ, энергетики, промышленности, строительства, сельского хозяйства. И, соответственно, можно, благодаря этим новым технологиям, сделать нашу республику такой ультрасовременной, может быть, самой передовой в России. Она очень компактная, есть кадры, есть кадры, которые готовят университет, есть люди, которые приехали сюда. И все же IT-специалистов в республике не хватает. Сейчас прорабатывается новая система обучения информатики и робототехники в школах. Планируют проводить профильные смены, турниры по программированию. Лучшие ученики могут рассчитывать на бюджетные места в вузах, работу в ведущих компаниях. Ключевые предложения, которые прозвучали на совещании, войдут в комплексную программу социально-экономического развития республики. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика.